Сейчас очень модно быть счастливым. Я обучаю движухи. В хаосе есть порядок. Сделав популярным и назвав это синдром самозванца, они человеку облегчили быть лузером. Придумывайте научные названия обыкновенной лени, потому что всем нравится теперь болеть. Никто не анализирует тех, кто не заразился. И почему они не заразались? Один из главных ваших курсов посвящен тому, как все начать сначала. Где взять эту энергию, не забирая ни у кого, у других. Люди, которые голосовали за либеральные цели, потеряли своих хедлайнеров. А в чем, как вам кажется, главная проблема Навального? Теперь у него проблем меньше после того, как он выжил. Его жалеют. Представьте, мы сейчас делаем историю. Я бы сказала, да. Но я никогда не произносила этих слов. Да, мне сейчас скажут, это манипуляция. В жизни все манипуляция. Привет! Молодец! Те, кто приходят потусоваться, я пытаюсь их вовлечь в работу. Некоторые вовлекаются, некоторые так и остаются. Это большинство девочек, иногда мальчики. Ну, это, знаете, это в бизнесе называется декоративная эмпатия. Я пришла на хакамаду, у меня эмпатия к ней. Вообще мне все пофигу. Главное, что я сижу в тусовке, потом я скажу, что меня учил хакамада. Есть очень мало таких парней, но очень мало. Большинство приходит все-таки что-то получить. Поэтому я довольна. У меня вот этот перезапуск случился, когда я попала к вам на курс. И полгода это продолжалось. И я поэтому, я не знаю, для меня это какой-то такой очень сегодня трогательный момент. Да. Много таких, как я, кто у вас на тренинги сходил и потом сказал, вот у меня реально все вот, я все перевернулась в жизни со знаком плюс. Я не думаю, что много. Потому что я, ну как бы, я не волшебница. И огромное количество людей не хотят ничего делать. Они хотят волшебной таблетки. То есть я послушала ее, взял таблетку, то, что она там сказала, выполнил и должно наступить счастье. А таблетки-то нет. Есть ключик. И дверь сам должен найти. Это же так сложно. Ключик тебе дали, от какой двери непонятно. Тебе нужно самому найти дверь, самому ее открыть, самому пойти дальше, встретить там, может быть, монстров, а может быть, ангелов. И кучу препятствий преодолеть. Прямо как в сказке. Очень часто вас воспринимают как человека очень сильного, гармоничного, неуязвимого практически. Это глупость, это все. Но, может быть, не все знают, что несколько раз в жизни вы переживали очень сложные моменты. В 14 лет вы были на пороге самоубийства, у вас были суицидальные мысли. В 18 лет вы вышли замуж без особой любви и тоже оказались в определенном тупике. Ну, как любила, ну, любила, а то сейчас мой муж будет смотреть, он обидится. Любила, влюбленность была, симпатия была, влюбленность. Но вторая часть, это, конечно, отчаянная. Дикое одиночество, я решила как-то скрасить свою жизнь, потому что я не могла общаться с людьми. В 90-е у вас случилась новая история, материальное благополучие. Вы рассказывали, как вы ехали. Ну, по тем временам, какая машина была? Восьмерка, девятка? Восьмерка. Крутой считалась машиной. В костюме от Славы Зайцевой. Это тогда был дикий люкс. И вроде бы казалось, что с Мальборо в зубах. С Моторолой в руках. Да, и казалось, что ну что круче вообще может быть? А вы говорили, что задушиться хотелось и были глубоко несчастны. Да, так же, как и вы. Все есть, а счастья нет. Вот так вот. Я все бросила. И мозг меня вытолкнул на случайную встречу. И случайная встреча привела меня к решению пойти в политику. И потом, уже придя в политику, уже там тоже у вас был очень сложный момент. Именно в год, когда была предвыборная компания, у вас у дочери онкология случилась. Да, 2003 год. И вы не свернули? Нет. Эту компанию? Я лечила дочку и занималась президентской компанией. Вместе с мужем. Муж помогал сильно. И потом, опять же, кризисом стал уход из политики. И тоже тяжелый. Это не кризис. Я уже в 2002 году, после Норд-Доста, поняла, нет, я не могу больше находиться в среде, для которой гибель 150 человек из-за газа. Это так, пфу. Я поняла все. Но я дотянула до высшей компании президентской, сказала все, что я об этом думала, и закрыла дверь. Но это был не кризис. Это было осознанное решение, что энергия закончилась. Мне все это не нравится. И я четко знала, что дальше мне это не будет нравиться, все больше и больше. Я обо всем предупредила. Уход из политики у вас был как бы сопряжен с тем, что, насколько я помню, насколько вы нам рассказывали, были даже финансовые проблемы, и вам их надо было решать. И вы совершенно не понимали, как вы будете закрывать это все, и никаких предпосылок не было. И также вот с помощью вашей практики и с помощью какой-то случайной истории вы оказались в коучинге. И это... Вы просто, по сути, предвосхитили время, когда это стало мегапопулярным. Вы пришли... Я скорее не предвосхитила. Я, как всегда, попала в будущий тренд. Начала его по-другому реализовывать. Потому что те, кто мне предлагали лекции, я читала совсем по-другому. И я попала. То есть я использовала свои знания, свою интуицию. Когда вы участвовали в выборах, вы же понимали, что шансов нет? Да, конечно. Цель какая была? Консолидировать либеральное? Консолидировать протест. Потому что люди, которые голосовали за либеральные цели, потеряли своих хедлайнеров, говоря современным языком. Яблоко и Совет правых сил проиграли выборы 2003 года. И в президентской кампании оказалось, что у них никого нет. Нехорошо бросать своих людей. У меня мама человек такой очень либерально настроенный. И она в 90-е была огромным фанатом и вас, и Немцова. И сейчас, в нынешней ситуации, она разочарованно констатирует то, что, по сути, у нее кроме вас не осталось кумиров. И что с нынешней либеральной, представителями либеральной мысли, настроения, вот ей совершенно не хочется как-то вот этих людей считать каким-то своим ориентиром? Это связано с тем, что не хватило времени. Во-вторых, нету почвы. И это случайный цветочек. А для того, чтобы они вырастали из поколения в поколение, нужно удобрять почву. Должны быть какие-то институты, которые помогают точно так же по принципу меритократии. То есть, самое лучшее выходит наверх, взращивать не только вертикаль официальной власти, но и чтобы вырастала нормальная, вменяемая, мощная оппозиция, которая умеет говорить интересным, простым языком с людьми об их бедах, которая предлагает альтернативные программы, которая может собрать огромное количество народу, даже при том, что все запрещено, и не спорить друг с другом. Это единый кулак. И они не борются за личное лидерство, они борются за результат. То есть, такой тимминг. Я вам, помните, объясняла, что есть тимбилдинг, а есть тимминг. Бесконечная меняющаяся команда в соответствии с новыми вызовами. А оппозиция не хочет меняться. Все лозунги, все, что было, так и осталось. Это как бы школа, классика. Но время-то меняется, и к людям нужно обращаться с чем-то, и причем в том числе и позитивным предложением, и деланием чего-то позитивного. Деланием, а не бесконечной критикой. Я думаю, это будет потом со временем развиваться. А в чем, как вам кажется, главная проблема Навального? Как единственного, наверное, яркого ядеропозиции? Ну, я думаю, что теперь у него проблем меньше после того, как он выжил. его жалеют, поэтому легче стало. А до отравления в нем не хватало человечности. В нем не было человека. Такая машина. А что вы имеете в виду? Можно поподробнее, в какой человечности ему не хватало? Ну, расслабленности, юмора, улыбки, смеха, самоиронии. Декабрь – время подведения итогов. И главное, что я стараюсь наладить и с чем разобраться – тайм-менеджмент. Ничего не успевать давно не модно напротив человека, идущего в ногу со временем, отличая то, что он очень грамотно и эффективно планирует свое время. Сегодня я расскажу несколько своих лайфхаков. Помимо того, что я фиксирую планы на день, неделю и месяц, и фиксирую статусы по ним, в быту я тоже нашла несколько классных способов сэкономить время. Например, до утренней пробежки я заказываю завтрак в любимом кафе в приложении Яндекс.Го с помощью функции самовывоза. Бегаю я недолго, ровно столько, чтобы разогреться и прийти в тонус. По пути сама забегаю за едой и дома не спеша завтракаю. Ощущение классное – и позанималась, и проголодалась, и сама себе принесла вкусный завтрак. Функция самовывоза при заказе еды в приложении Яндекс.Го классная штука. Нажимаешь на иконку заказа еды, выбираешь фильтр самовывоз, и дальше рестораны, в которых ты можешь оформить заказ и сходить за ними сама. После оформления заказа приложение говорит, во сколько можно за ним зайти. Самовывоз в приложении Яндекс.Го очень удобная штука. Время приготовления завтрака я планирую на пробежку до кафе. Для тех, кто ходит в офис, другой лайфхак. Выбирайте кафе рядом с офисом, делайте заказ ко времени и забирайте утром перед началом рабочего дня в офис горячий завтрак, а дома можете подольше поспать. Я часто пользуюсь услугами курьеров в желтом, но иногда между своими делами по пути забежать за едой в любимое кафе даже удобнее самой. Попробуйте функцию самовывоза в Яндекс.Го и спланируйте свой новый день так, чтобы получить от него максимум пользы. Почему, как вам кажется, вот сегодня такой огромный запрос на любого рода тренинги, учения, успешные люди чем-то к ней увлекаются, их human design, а и уаска, правильно я произнесла это? Да. И в этой связи ваша популярность особенно набьет все рекорды, наверное, запроса такого, как на ваши тренинги, наверное, мне кажется, ни у кого нет и вас разрывают, невозможно, мы там еле вклинились в ваш график, с вами выходит интервью, у вас собственный онлайн-проект, о котором тоже попозже поговорим, у вас 2 миллиона в инстаграме, да, подписчиков? Да, 2 миллиона 300. 2 миллиона подписчиков в инстаграме, тренинги, бесконечные курсы, лекции, вы ездите? Ну, теперь уже не езжу сейчас. Ну, раньше до карантины. Я не актриса, которая рассказывает про свои бывалые истории и рекомендует на основании этих историй что-то сделать. Я понимаю, что люди все разные, поэтому я серьезно занимаюсь наукой. Все-таки я кандидат наук, я привыкла анализировать, поэтому весь свой опыт я проанализировала. Ну, конечно, не только личный опыт. Все обосновано с точки зрения науки, я все проверяю. И продолжаю читать, особенно в условиях пандемии, это очень интересное время для меня, я погрузилась в чтение таких фундаментальных работ, и меня всегда радует, что я пришла сама к тому, к чему пришли, например, там, древние философы и так далее. Это не значит, что я такая же умная. Это означает очень простой вывод, и он касается в том числе и вас. Если ты самостоятельно анализируешь мир в себе и вокруг, делаешь самостоятельные выводы, а дальше действуешь, пробуешь, падаешь, поднимаешься, но все время практикуешь, то ты точно, потом, открыв того же Далай-Ламу или Веды, или Библию, ты увидишь, блин, вы пришли к тому самому самостоятельно. Все люди, которые идут по пути познания себя и мира, и действия, кто обладает волей, не только хотеть, но еще что, сказать себе, я это могу, а после этого сделать. Хочу, могу и сделаю. Они все становятся мудрецами. Каким должен быть лидер вот в это время, когда мир перестал быть линейным? Он должен уметь что делать? Обеспечивать коммуникацию. И он должен быть главным энергетическим монстром, спонсором, который вот эту команду горизонтальную накачивает энергией за счет того, что он рисует летающего слона, как говорят, в силиконовой долине в институте сингулярности. Вот, например, я такую команду создала в 2004 году, когда шла в президенты. В течение недели я ее создала, и за месяц нам нужно было получить то, что мы получили. Все сказали, это невозможно. Но за счет того, что я нарисовала слона, и этим слоном летающим я накачала этой энергией в свою команду, все получилось. Летающим слоном было президентство. Вы с этого начали. Вы же не надеялись, Ирина, даже не рассчитывали на то, что вы победите. Я бы сказала, да. Но я никогда не произносила этих слов. Но никогда я не говорила, что я смогу стать президентом. Я просто говорила, представьте, мы сейчас сделаем историю, и в этой истории я могу быть президентом. Представьте, что у нас произойдет, что мы можем позитивного сделать для страны. И я их накачивала вот этим летающим слоном. Одновременно лидер должен участвовать в создании продукта или новой компетенции, нового навыка каждый день, но никогда не останавливаться на теории. То есть команда любит говорить, да, мы согласны, нам что-то в продукте нужно поменять. Давайте вот здесь поменяем. Это перспективно. Это пойдет в тренд. Вот если лидер с этим соглашается, а потом уходит, то он никакой. Он должен другого потребовать и сказать, хорошо, если мы это меняем, цифры. То есть с одной стороны летающий слон, а с другой стороны каждая задача, каждая креативная идея, каждый инсайт должны командой подкрепляться серьезной, сложной, математической, расчетной базой. не примитивной. В прошлом году мы прибавили 2%, в этот раз может быть прибавим 4%. Нет, это не математика. Поэтому в команде должен быть очень хороший уровень математика, и лидер всю команду должен заставлять отвечать за свои суперталантливые идеи, соединять гениальных людей, но одновременно от этих гениев требовать, через два дня что будет. Ты требуешь сколько на этот продукт, сейчас долго не просит, потому что все меняется, месяц. И если ты за месяц сделаешь, какое будет новое, например, новое число подписчиков, какое будет количество, объемы, если в ваш случае рекламы, какая будет чистая прибыль и так далее. Если расчета нет, все отметается, пока расчета нет, слушать не будут. Вы утверждаете, что любого человека можно научить искусству переговоров примерно за год. Из самого робкого интроверта можно сделать практически, ну не то чтобы оратора, но человека, который внятно формулирует свои мысли. У вас есть техника, которая называется айкидо переговоров по аналогии с боевым искусством, когда даже маленький человек может победить громилу. Вот какая основная суть этой методики? Основная суть этой методики, это первое, конечно убрать страх, потому что громила, на то она громила, что пользуется силой и рассчитывает на ваш страх. Поэтому страх он такой большой, такой маленький, там такие активы, а у меня так все слабенько, куда я лезу, дай бог он мне кусочек даст и на том спасибо. Вот это надо убрать. Нужно понять, что есть свой интерес, просчитать его, все три варианта. Обязательно просчитывать варианты. самые негативные, позитивные и наконец средние. Ориентироваться внутренне, дай бог негативные, ну в смысле самые скромные, средние, но пытаться реализовать самые лучшие. И дальше главный инструмент это конечно считать быстро человека, тем более если вы его знаете, изучите его через информацию в интернете и так далее, вплоть до его влечения, личной жизни и так далее. И потом стать им. Эго убрать вообще. То есть у меня нет никакой гордыни, мне неинтересно показать, что я тоже не слабак. Мне нужно добиться, чтобы мне со мной подписали вот этот контракт. А для того же добиться, я должен понравиться, я должен быть своим. И в зависимости от психотипа вы принимаете как хамелеон эту форму. И потом через эту форму продавливаете интерес. Да, мне сейчас скажут это манипуляция. В жизни все манипуляция. До Нового года осталось совсем немного. Вы уже чувствуете атмосферу праздника? Для меня это любимое время. Праздничные гирлянды, аромат хвои и мандаринов, список подарков для близких и новые надежды на будущее. Все идеально кроме бесконечных очередей и километровых пробок. К счастью, есть удобные и качественные онлайн сервисы, которые экономят время в предновогодней суете. FlowWow это онлайн платформа для удобных ежедневных покупок. Здесь тысячи магазинов предлагают товары из разных категорий. Цветы, подарки, кондитерские изделия, игрушки, украшения, продукты и многое другое. FlowWow работает в 950 городах мира. Система рейтингов и база отзывов помогут вам выбрать надежного исполнителя, а перед доставкой исполнитель присылает вам фото товара на одобрение. Также есть встроенный чат с исполнителем, а оплату можно осуществить с помощью Apple Pay и Google Pay. FlowWow это очень выгодно. Здесь постоянно случаются спецпредложения, акции и большие бонусы, которые можно копить и оплачивать до 100% стоимости. С FlowWow вы экономите свое время. Оформление заказа занимает несколько минут. Некоторые исполнители готовы доставить товар уже через 40 минут после оформления. Это друзьям, это маме красота. Кстати, вы можете заказать подарок в другой город, просто введите нужный адрес и приложению покажут ближайшие магазины. Это очень удобно. Сделайте ваш быт удобным, освободите время для более интересных задач, чем поиск подарков по пробкам и очередям. По промокоду Стрелец скидка 10% на все товары FlowWow. Скачивайте приложение по ссылке в описании. У вас классный есть формат в Инстаграме на одну минуту вопрос-ответ закадровый мужской голос задает вам. Роман Тарасенко. Ваш коллега какой-то... Ну, партнер. У него другие проекты, в части проектов мы партнерствуем. Он вам задает вопрос на какую-то популярную тему. Да, я этого вопроса не знаю, он их сам подбирает. Иногда это его личные вопросы, иногда он забирает из интернета, из Ютуба. Все там себе это репостят, потому что это офигенно, крутой формат. У людей сейчас такое клиповое мышление, а тут за одну минуту и тебе сразу, раз все разложили. И вот меня больше всего заинтересовала тема про эффект самозванца. почему это сегодня так всех волнует. Как бороться с синдромом самозванца? Ну, когда ты не можешь себе свои заслуги и успехи приписать, все время списываешь на удачу, на стечение обстоятельств, на хорошее время. Боже мой, значит, скромность обуяла большинство народу, и чего бы они не достигли, они думают, боже мой, мне просто повезло, а так я дебил полный. Это правда, я так думаю. Ну, может быть, вы так думаете, я так не думаю. Почему такой запрос на эту тему? Я думаю, это связано с тем, что устали в корпорациях. То есть сделать рывок, изменить что-то в своей жизни страшно. Правильно? Конечно. Ну, это же надо действовать. Поэтому проще не действовать, а сказать себе, я нового места не достоин. И даже то, что я сделал сейчас, как я сейчас работаю, это же коллективный труд, поэтому здесь меня особо нету, поэтому я из себя ничего особо не представляю. Это такая слабость. И психологи этому помогли. Сделав популярным и назвав это синдром самозванца, они человеку облегчили быть лузером. Облегчили возможность быть лузером. Одно дело, я слабак, я не могу ничего поменять в жизни. А другое дело сказать, а у меня синдром самозванца. У меня вот такой синдром, еще вот такой у меня синдром. Надо, что кто-нибудь меня лечил. Пусть меня лечит, а лечить пока непонятно, кто будет, поэтому я пока ничего делать не буду. Понимаете, да? Очень вредят психологи, я даже не знаю, может быть, это не они, кто придумывают вот эти научные названия обыкновенной лени, обыкновенному отсутствию воли у человека быть счастливым. Знаете, мне лень вообще грамотно писать, ой, у меня есть лексия. Возьми, булчей, пиши грамотно. Какой еще самозванец, какой синдром? И вторая проблема, почему так популярен синдром самозванца, потому что снимает в себя ответственность в работе и в жизни. Поэтому выделить свой продукт невозможно. У меня нет синдрома самозванца, потому что меня спросили, а что ты делаешь? Я тут скажу, я вот это делаю, я вот это, в этом правительстве я вот за это отвечала, я это сделала. Ты в правительстве была, что ты сделала? Я говорю, законы по малому бизнесу, вмененный налог и так далее, законы некоммерческих организаций в парламенте. Я никогда не говорю, я продвинула образ женщины в политике. Нет, я вот конкретно раз, два, три, четыре. Но подспудно же это тоже. Это не важно, мы говорим сейчас про синдром самозванца. Он возникает у людей, которые никогда не берут ответственность за конкретный продукт и за конкретные действия. Поэтому часть всего работают в корпорациях или работают рядом с кем-то влиятельным, и все это размывается, потом говорят, ой, я такой слабый, у меня низкая самооценка. Я страдаю синдром самозванца. Чушь собачья. На Ютьюбе есть целая программа. Я видела ее, да. Меня просто вдруг кто-то не видел, поэтому я очень хотела задать вопрос, потому что это действительно психолог, к которому хожу я, говорит, каждый второй приходит с этим синдромом самозванца, говорит, уже сил нет. Потому что всем нравится теперь болеть. Все научились болеть. Тем более внешняя среда помогает. Болей, блин. Ну, не коронавирусом, так болей синдромом самозванца. Болей, страдай, весь мир страдает. И люди начинают заниматься мазохизмом. Считается, что один из главных ваших курсов посвящен тому, как все начать сначала. Не случайно ваш курс и книга называются Рестарт. И опять же, возвращаясь к тому, что мы проходили на тренинге, вы нам давали целую технологию. Вот все, человек в тупике. Честно, надо спросить у самой себя, как мне решить эту проблему? С чего мне начать новую жизнь? Куда мне двигаться? Чем заниматься? Честно, спросите. Первое, что надо сделать, уйти. И не в отель, а в уютное место вам привычное. Потому что под рукой должны быть привычные вещи. Вам должно быть уютно. Когда это итальянцы козьи, вам должно быть уютно. А потом вы должны понять, что вы точно хотите сделать рывок. Это очень важно. Вы не хотите поиграть в эту историю. А что мне там мозг подсказывает? Вообще-то мне и так неплохо. Но мне хотелось бы посмотреть. Ничего не выйдет. Нужно изнасиловать себя и задать себе жесткий вопрос. Я готова все порвать или нет? Если вы себе сказали, я готова, и это честно, вот тогда начинается упражнение. Вы говорите, хорошо, если я готова, то я хочу двинуться куда-то. Но куда? Я не понимаю. Поэтому я задаю этот вопрос самой себе. И задаете себе этот вопрос. представляете его в виде букв и предложений, чтобы он... Потому что это помогает, чтобы запрос ушел в подсознание. После этого убирайте сознание вначале медитации, а потом искусством. То есть так, чтобы опустошиться полностью, а сердце наполнить чувствами. Поэтому или любимая книга, или любимое кино, или любимая музыка. Хотите, танцуйте, хотите играйте на скрипке, как Шерлок Холмс. Хотя он это делал ужасно, но в момент вот таких, да, ситуаций он играл на скрипке. Интересуйте, делайте что хотите, но это должно быть искусство. Потому что искусство проводник. Проводник все глубже и глубже в вас, чтобы ваш запрос заполнил все ваше тело вместо этой суеты, которая была до этого. И дальше ложитесь спать. А дальше еще много всего надо сделать. Утром нужно найти, включив сознание, понять, в каких границах вы готовы, чтобы мозг не разошелся во все стороны. Потом нужно поменять окружение, начать знакомиться с случайными людьми, более интересными, которые на той же волне, что и вы. Нужно расширять круг вплоть до того, что это может быть совсем необычное окружение. То есть нужно себя раскачать, нужно выйти из интернета, перестать потреблять информацию в интернет. Там много чего. И в какой-то момент мозг найдет это решение и даст вам его в виде некой случайности. На самом деле это не вселенная подарила. Это вы проработали себя и получили эту информацию. Сколько раз в жизни у вас случалась такая перезагрузка? Раз 10. Первое, я иду от личного опыта. Но при этом я иду по науке. Это никто не делает. Одни идут в науку. Другие это хайповые коучи, просто книжек тренерских начитались, скомпилировали, все вместе собрали и кидают. Сами ничего этого не проживая и не имея этого опыта. А третьи это такие психологи профессиональные, они или психиатры, как Курпатов, они там на науке сидят. Но нету людей, которые отдают человеку уникальный опыт, причем испробованы миллионы раз и много последователей, у которых как у вас все получилось. И при этом я все-таки опираюсь не на тренинговые книги, а на первоисточники. Я читаю Спинозу, я читаю диалоги Далай-Ламы с психиатрами американскими. Я читаю очень много философских работ. Но я их читаю для удовольствия. И в тот момент, когда я понимаю, что мой опыт совпадает с их теорией, я ее как бы подкрепляю и заодно еще раз говорю себе, что я молодец. Успех зависит от окружения. Мы выбираем партнера, команду, дом. А если понимаем, что решение было неверным, обновляемся и честно начинаем все заново. Я уже рассказывала вам об онлайн-школе контента и их курсе дизайна интерьера, который поможет получить новую профессию и начать заниматься бизнесом сразу после обучения. Сложно ли обустроить интерьер грамотно? Нет, если вы наработали этот навык, обучаясь у сильных экспертов. Благо, сейчас можно пройти онлайн целый профессиональный курс с отточенной до мелочей программой. Школа контентед не просто учит создавать гармонию пространства. Сами курсы без воды и лишней информации. Здесь только практически полезные знания по колористике и эргономике и изучение всех необходимых программ для чертежей и 3D-моделирования. Кураторы курса следят и за эстетикой проектов, и за качеством реализации. Рассказывают о невидимой стороне дизайна, ведении бизнеса, коммуникациях, основах продвижения. Сделать красивый интерьер для себя намного проще, чем построить успешную студию по дизайну интерьера. Кураторы курса покажут, как избежать ошибок на разных этапах ведения дизайн-бизнеса. Прямой путь в дизайн вместе с Contented пройдет для вас в приятной компании и станет началом прибыльного дела. Тем более, я дарю вам щедрую скидку на обучение на курсе дизайна интерьеров по промокоду СТРИЛЕЦ минус 45%. Переходим по ссылке в описании. Начать бизнес в новом году легче, чем вы думали. Я уже в 2006 году всех предупредила о том, что эпоха стабильности закончилась, наступает эпоха хаоса. Тогда никто этого не понимал. Никто не понимал. И я объясняла, что ни одно событие не будет предсказуемым, и вам нужно менять всю практику управления бизнесом и своей жизни, потому что предыдущий опыт не будет работать, и все больше и больше все привычки и все привычные конструкции на ваших глазах будут распадаться. На меня смотрели вот там. Хакамада со своим хаосом. Я даже помню, на радио «Серебряная дочь» мне советский. Я тогда работала на «Серебряном дожде», вела свою индивидуальную программу, я начала эту программу про хаос, и после окончания программы он мне сказал, это что такое? А можно вот больше об этом не говорить? Это заум какая-то, не имеющая никакого отношения к реальной жизни. Мир стабильности закончился. Дальше наступил тренд турбулентности или хаоса с определенным порядком. В этом периоде периоды стабильности очень маленькие, а периоды нестабильности очень длинные. Даже в 98-м году, это страшный год был, кризисный, но уже к 99-му восстановилось. То есть есть турбулентность, но она короткая. После 2008-го года наступил период, когда хаос показал, что есть какой-то порядок, есть порядок, но он уже нелинейный, и мы, ни компьютеры, ни эксперты, никто, мы не можем просчитать будущие события. Потому что все тренды на рынке работают с одинаковой силой, но в противоположных направлениях. Но это все равно, что вы стоите на перекрестке, у вас четыре вида направления, вы не знаете, чем заканчивается каждый, но вам нужно выбрать. А вы не знаете, нет ни одного критерия, по которому вы можете выбрать одну из дорог. В результате вы остаетесь на месте. Как только вы остаетесь на месте, мир убегает, и вы отстаете окончательно. Именно поэтому был нужен серфинг, это я назвала 14 лет назад турбулентностью. Теперь это уже общее понятие, которое используют все. Но сейчас уже новый тренд. Какой? Сингулярный. В хаосе есть порядок. Может быть, он непознаваемый, но он есть. А в сингулярности его нет. Вообще никакого. И как тогда действовать, если нет никакого порядка? Теперь вы не на серфе катаетесь, когда можно было на берег выскочить и передохнуть, пока непонятно. А теперь вы как рыба. То есть, чем отличается сингулярный тренд от турбулентного? Тем, что уже никакой опыт не работает. Турбулентным на период стабильности короткий, хоть что-то понятно работает, в этот момент можно заработать быстро денег. А в сингулярном тренде опыт вообще не работает. Никакой. То есть, что вы должны тогда делать? Вы должны рождать новый опыт каждый день. Поэтому в современном бизнесе уже не говорят о тимбилдинге. Идея та же самая. Лидер должен уметь быть модератором и помочь людям общаться друг с другом и все вместе родить новую идею на данный момент. и в сингулярности вам ее придется рождать эти новые компетенции, эти новые продукты каждый день. Кстати, про soft skills, когда вы начали говорить, тоже еще никто не понимал, зачем это нужно. Да, тогда все занимались hard skills, то есть, нужно этому научиться, этому научиться, этому, ребята, все в человеке. Это было 14 лет назад. Человек, его когнитивное мышление, познание себя, своего сознания, подсознание, как они работают, как соединить хочу, могу и волю, а где энергия, да, где взять эту энергию, не забирая ни у кого, у других, даже в самую плохую ситуацию. Ой, это опять со своими этими soft skills, это бла-бла-бла-бла-бла-бла. А теперь, когда уже сингулярность наступает, оказалось, что это только единственное спасение, найти в себе все силы, быть абсолютно другим. в 90-е все были озабочены тем, как заработать денег, ну и в нулевые, наверное, тоже еще были озабочены, а сейчас один сплошной биохакинг, и все только озабочены здоровьем, как жить вечно, продлить молодость, какие-то практики, какие-то... Ну и деньги тоже все озабочены, извините меня, в пандемии народ прогорел со страшной силой и трясутся каждый день, что сейчас новый локдаун, и все полетит вверх тормашками, деньги сейчас всех очень серьезно волнуют. Другое дело, поколение миллениума еще пока что кормится родителями. Но вы правы, что наряду с этим все занялись своим счастьем. Сейчас очень модно быть счастливым. И я радуюсь этому. Кто, на ваш взгляд, сейчас из бизнесменов сегодняшних талантливые люди, которые задают тренды в большом бизнесе? Не знаю, Илон Маск, Джек Ма, вот такого. Ну, конечно, все они же. Чичваркин, Тиньков, бедный, гуляпался и здоровье, все желаемо выстроить. Такие ребята. Какие основные тренды по бизнесу, помимо того, что все в диджитал уходит? Что еще? Как будет развиваться? Искусный интеллект. Искусный интеллект. Все. Включая игры. Если будут дальше так играть с вирусом, то скоро люди начнут в 3D вести конференции. Мне уже рассказали, очень популярная игра. Так все сидят в зуме и решают бизнес-проблемы. Скучно. А так начинается игра. То есть, например, 6 сотрудников, все ковбои, пишут игру про свою компанию, что нужно преодолеть. И дальше общаются друг с другом, скачут, стреляются друг в друга, находят клады с новыми идеями. То есть, тот же самый разговор, но придумывают в виде большой игры. То же самое с путешествиями. Если так дальше будут продолжать закрывать все страны, сейчас вам выдадут искусственный интеллект все по полной. Прямо как научные фантасты писали в 20 веке. Надел очки и полетел. Ну что делать? Вот такая Настя при жизни. Вы со своим даром предвидения, поскольку вы очень часто делаете, прогнозируете какие-то истории, которые потом спустя время случаются. Вот как вам кажется в связи с пандемией и со всем, что сейчас в мире происходит, какие отомрут отрасли? Сможем ли мы вообще когда-то собираться тысячами на стадионах в публичном пространстве? Как вообще изменится наш мир глобально? Не только в России, а во всем мире. Мне иногда кажется, что уже, наверное, в новой реальности без масок и без каких-то социальной дистанции уже никогда ничего не будет. Но, может быть, у вас другое мнение? Ну, с масками надолго, конечно. Миллион человек переболеет, после этого может остановиться. Но появится другой вирус, а потом другой вирус. Человечество может решить эту проблему, но тогда оно должно заняться здоровыми людьми. Никто не анализирует тех, кто не заразился. и почему они не заразаются. Все лечат и анализируют тех, кто заразился. И придумывают лекарства против, да, болезни, против вируса. Химические, прививки, все это, ухта, ничего не поможет. Нужно изучать людей, их иммунную систему, которая не подхватывает вирус, и придумывать какие-то органические элементы, которые помогают бороться с вирусами. И, кстати, биологи говорят, что в невырубленных джунглях, как они называются, эпидемики, то есть это древние растения после ледникового периода, там, считайте, растет аптека против всего. Никто этим всегда не занимается. Человечество похоже на змею, которая хватает себя за хвост. фарма победила во всем, и в будущем дальше будет процветать и использовать эту ситуацию, и эта фарма будет одновременно пожирать своих клиентов. Вы очень продуктивный человек, и помимо всех вот этих тренингов и курсов, у вас еще есть собственные онлайн-проекты, Хакаматон, у вас их там несколько. Сила баланса, Хакаматон, три уровня, да, и развиваю свой тоже YouTube. но только у меня по-другому все. Ну, расскажите пару слов, чем ваши проекты друг от друга отличаются, и какая у каждого целевая аудитория, или это одна и та же аудитория? Нет, Хакаматон, он намного более шире, от 25 до 50, сила баланса тоже самое, отличие Хакаматона в том, что у него есть три уровня обучения, курсы, это по 12-15 уроков с домашними заданиями. Первый уровень просто раскрытие себя, освободить себя от своих страхов, вообще расслабиться и стать так как-то поспокойнее. Дальше уже второй уровень Хакамагедон, это развитие творческих способностей по мелочам, чтобы здесь интуиция возникла, и, наконец, третье, это управление энергией. Хакамадец, это ваша любимая тема. Отличие от всего, что есть на рынке, я эту идею запатентовала, лекций нет вообще. В виде красивого кино на 2-3 минуты, мы снимаем это за один день, все задания, я рассказываю, как выполнить задание, и все. Вначале было в штыки, а теперь это просто наркотик. Люди хотят сами, и они потом понимают, что им не нужно даже обратной связи, потому что задания настолько хитрые, что когда человек его делает, он преодолевает в себе столько, что он счастлив, и многие пишут, что после хакамадона все изменилось. Сейчас открыла новая сила баланса, это три части, как развивать домашнее задание, это как развивать независимое мышление, не мыслить по вере. ну, например, чем ты старше, тем ты мудрее. Это не так. Молодой может тоже быть очень мудрый. И так далее. Вторая, это третья часть, вторая часть, это развитие айкидо, переговоров, я помогаю людям в коммуникации, тоже на одних домашних заданиях, и третье, управление своим эмоциональным фоном. Тоже все задания посвящены тому, чтобы они с этим справились. Такой мощный курс, очень сложный, чтобы вот его пройти, нужно, конечно, или иметь уже хакаматонская подготовку, или быть уже самому достаточно продвинутым. Вот в этом основная идея. Нет лекции. Почему я этого не делаю? Мне надоело то, что люди пассивно потребляют информацию и дальше нихрена не меняют свою жизнь. И я решила реализовать ключ в чистом виде в интернете. Вот тебе ключ и сам открывай дверь. Никакой халявы ты от меня не услышишь. Зато это будет твой индивидуальный опыт. Ты сам станешь себе коучем, психологом, кем угодно. И второе, почему я не стала читать лекции, через экран не передается ничего. Представьте, мы с вами сейчас общались в зуме. Ну да, они та энергия совершенно. И люди это тоже понимают. И я это понимаю, и начинаю вздыхать очень быстро. Поэтому онлайн я готова участвовать в конференциях с коротким докладом на 15-20 минут. Ну на 30. Все, читать лекции в онлайн я отказалась. Я их потеряла оффлайн, ну и фиг с ним. Я всегда делаю только то, что мне нравится. Кстати, на тех ваших лекциях, на которых я присутствовала, никогда не было ни презентаций, ни каких-то вспомогательных материалов. И всегда вот так просто. И пошел. Я как бы просто ухожу вас во всех. Последний вопрос. Люди вашего вайба, какие они? Их мало. И они очень разные. И глупые. Общая черта есть. И глупые, и умные. И образованные, и совсем не образованные. И мальчики, и девочки. Общая черта только одна. Они удивляются миру и готовы его тоже удивлять. Все. Спасибо вам большое. Мы чуть-чуть вышли из тайминга, но мне просто было очень интересно, как всегда. Спасибо. Молодец.